Андрей Борисов выбывает из предвыборной гонки. Верховный суд России отменил решение Верховного суда Республики о восстановлении Борисова в качестве кандидата в Госдуму по одномандатному округу. Вот как прокомментировала ситуацию представитель ИСЦА. Ну, как бы скажем, сегодня совершилась такая вопиющая несправедливость, к сожалению. Ну, во-первых, наши представители Якутской окружной избирательной комиссии, они почему-то представляли каждый раз какие-то такие интересные, в кавычках, документы, которые до этого, например, не представляли. Я вообще считаю, что такое недоверие к жителям, к избирателям, оно и сегодня, ну, практически даже не дали про это говорить. Видите, наши ведь были готовы, у нас и 383 мы подготовились, и 249. Вся республика практически была готова, чтобы отдать свою подпись. Где-то около 75 тысяч подписей было собрано. И вот такие какие-то надуманные с точки зрения ОФМС и с точки зрения избирательной комиссии несоответствия. Ну, да, были такие, что избиратель забыл, например, поставить букву А. Улица Лонгенова, скажем, 29А. Но написано, человек забыл букву А. Читается подпись недействительная. Я, конечно, не имею, скажем, юридических каких-то познаний и так далее. Но думаю, что дали бы право избирателю, самому избирателю, выбрать достойного кандидата. Будет это Андрей Савич Борисов или кто-то другой, должен решить сам народ, само население должно решить. Да, я хочу поблагодарить всех якутян, которые поддержали, поставили свои подписи за Андрея Савича Борисова. Даже вот сегодняшнее решение, оно, конечно, не должно повелять на то, что вдруг кто-то не пойдет, скажем, голосовать 18 сентября. На выборы надо идти, это наше право. И мы сегодня избираем того, кого мы считаем достойным. Продолжение следует...